Вообще очень понравилась такая практика. Мы прославляем Господа, выходят люди и благодарят свидетельству. Слава Господу. Знаете, у нас есть еще одно свидетельство. Нам написала жена пастора. Их дочь у нас жила какое-то время. Она перестала ходить в церковь. Потеряла смысл жизни, впала в депрессию. И мы пригласили ее пожить у нас. И вот она написала большую благодарность. Что она говорит, она вышла из депрессии. Она увидела смысл жизни. Жизнь вернулась к ней. И она благодарила нас за гостеприимство. И тебя не благодарила за наш гостеприимство. За терпимость, да? За терпение, да. За терпение, да. И я хочу поблагодарить вообще молодежное служение. Потому что, наверное, больше всего им досталось. Вот, поэтому слава Богу. Знаете, мы когда-то получили вообще, что наша церковь, она выполняет функцию рук в теле Христова. Получим откровение, что наша церковь исполняла функцию на рецепте. Руки. Это обнимание. Это раны залечить где-то, да. Помогами сосранить. Да, поэтому, может быть, это не всегда приятно. Не винаги приятно. Но, знаете, приятно, когда мы получаем результат. Но приятным годом получаем результат. Поэтому, слава Богу, я думаю, что это результат работы всей церкви. И, значит, твой результат наработал целая церковь. Вот, у нас еще есть сегодня свидетельство. Я не знаю, сегодня за детей молиться будем, нет? Мне кажется, мы их не соберем, да? Мы просто помолимся, да? Не соберем, да, мы их? Будем молиться? Ну, все, давайте. У нас еще одно свидетельство. И, может, одно свидетельство. Всем привет, братья и сестры. Здраво-вот, носички, братья и сестры. Слава Богу, я снова вас вижу. Слава Богу, я снова вас вижу. Да, потому что у меня во вторник была операция в Турцию. Во вторник им охотворяться в Турцию. Да, все благополучно прошло, слава Богу. Всичко минал много добре. Теперь я вижу всех без всяких очков, минус, так далее. Сега виждам всички без лещи, без очела, виждам всички вас. Даже во время операции, ну, то есть я все видел, я был в сознании. Дори во времена операция я бях в сознании, всичко виждах. Это было такое интересное, как преживяло. Быше интересно преживяло, не? Преживание, да. Потому что в этот момент, вот, такое было, соединение с Богом очень сильно. То есть в момент усещах силно соединение с Богом. Да, потому что, ну, когда у тебя копаются в глазах, и там не знаешь, что там дальше будет. И не знаешь, какво, если чтима следует, да, только одна надежда на Бога, и Ему одно доверие было, и... Содоверявах само на Бог тогава. Да, и после операции доктор сказала, что вы такой спокойны были, я таких уже давно не встречала. И доктора сладобираться и доказать, что вы были толку воспокоены. Удавна мне самостоятельно, что вы толку воспокоены хора. Да, внутри, конечно, у меня ничего спокойно. Вы три не вещи толку воспокоены. Благодаря Богу, да. Видимо, на фоне остальных я был успокоен. Может быть, на фоне, на друге тебя много успокоен. Поэтому, да, благодарность Богу, благодарность братьям-сёстрам, которые помнили, поддерживали молитвы. И сам благодарен на Бог, и на братья-сестри, вы тоже молитвы за меня. Твои эмоции соответствуют. Слава Богу, слава Богу. Илья, далеко не уходи, а Люба здесь сегодня, нет? А, а позовёшь Любу тогда? Можно смена, да? Я просто, я хотела попросить, что мы сегодня не только за детей молимся, но и за Аню нашу молимся, за... Да, у неё срок на этой неделе. И я думала попросить Любу. У нас Люба недавно родила, да? Чтобы Люба тебя благословила. Ну, если... Люба, да. Срок подходит. Не, не надо. Спасибо. Ну, давайте мы... Есть что-то особенное? У нас вообще, у нас молодёжка готовит комнату для детей. Там вы уже заметили, да? Они не успели, они там рисуют, доску делают. Вот, поэтому, слава Богу, у детей будет красивая комната с выходом прямо туда, на площадку. Давайте мы помолимся за наших детей, за наши...